Спасибо огромное за то, что нашли время и отликнулись на приглашение прийти в участие в нашем сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы говорим о новом вирусе, о котором сейчас много говорят и показывают. Кто-то показывает. Совсем страшные кадры, что вызывает достаточно серьезный резонанс в обществе. Люди боятся, люди напуганы. И мы должны первое, что мы должны сделать. Мы должны четко прояснить для себя сложность данной ситуации. Что нам помогут сделать медицинские работники, определить сам я, что это за вирус новый. И его присутствие и его отсутствие сегодня на Европейском континенте и, конечно же, в Украине. Есть факты, случаи. Это первое. Второе. Вопрос, который мы рассмотрим сегодня, готовность наших медицинских учреждений. Стоит ли нам по рекомендации медицинских работников, как мы делаем, когда у нас здесь повышается серьезная эпидемиологическая ситуация, мы выделяем специальное отделение медицинских учреждений закрытые, для того, чтобы это не было и не распространялось. Поеобразная локализация этих заболеваний. Стоит ли нам принимать эти кинемеры. Обязательно рассмотрим то, что у нас сегодня происходит в нашей... поскольку мы готовы и что необходимо нам доделать, доработать. Может, приобрести какие-то дополнительные... Ну и, естественно, все отсутствие еще не здесь. Я благодарю сегодня. Я вижу треектора аэропорта, подранслужбу. Спасибо огромное за то, что принимаете участие сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... отделение больниц, учреждения под госпитальную вазу, под гриппу. То есть мы... Главное, мы сегодня будем готовить или готовности... В последние 5 дней мы отмечаем рост количества пациентов, которые обращаются в инфекционную больницу, связанную на боевые листья и грипп. То есть 80% превратившихся – это 10. В настоящее время больница разъемнута, 7 отделений. Вчера было 6, сегодня мы соберем еще одно отделение, потому что за вчерашний, то есть за 3,5, за субботу и за 7, вступило 59 больниц, не было забоя и грипп. Поэтому сегодня в нужде медленность придут еще одно, стратоковичное отделение, депутатизация равных листьев. А я вот сейчас по профилю, кто-то знает, это приторно или устандартно. Меня интересует вопрос с медикаментами. Какие вот, что у нас сейчас есть новое, и мы обеспечены ли старыми медикаментами, либо есть уже новые разработки? И насколько мы будем едины в этих вопросах, настолько будем и успешны. Поэтому координация всех, без всех возможностей наших действий в своевременное информирование позволит нам более эффективно или с меньше наименьшими осложнениями пройти данный день. Особое внимание школы. Школы и детские сады. Чтобы не геройствовали. Есть какие-то опасные тенденции, значит, закрывать. Если будут такие. Но посоветовать садельские комитеты. Как это будет? Все равно. Мы, помните, в прошлом году мы тоже думали, но когда мы закрыли, у нас буквально за какое-то это полмесяца выразила ситуация. Хотя были разные мнения, закрывать или закрывать. Но приняли вовремя решение, правильное решение. Это позволило нам существенно остановить различные контексты. Наши председатель КНРС «Интим» проведет экстренное сообщение. Совещание основного комитета. Политбюро ЦК КПК призвал органы врачей на всех уровнях поселить контроль за распространением выроса. Чем мы вам можем помочь? Может быть, мы в аэропорту, мы директор аэропорта. Может, мы как-то сорганизуем там какие-то медицинские работы. Может быть, и так. Или вы директор аэропорта. Доброго дня. Певденное региональное направление. Я офицер Тетяна Верунчук. У нас, наиболее таки, пасажиропотек – это аэропорт, международный аэропорт Одеса. На данный час у нас прямого сполучения с Китаем и с теми, как уже на данный час окреслено, рисковой Украины, прямого сполучения нема. А есть, как бы, трансферное сполучение. Мы постоянно монетируем это трансферное сполучение, это Стамбул, эти все стамбулские рейсы. И эта категория граждан, которые прибывают из Китая через Туречную, Стамбул до Одессы, обратно на них внимание. Мы работаем в секторе «Прилит» разом с лекарем. На этот персонал, который выполняет прикордонный контроль такой категории людей, обеспеченных специальными стерильными рукавичками, масками, и на округом кабине выполняет их контроль. Вот уже, на данный час, мы как бы, 16 таких граждан на Стамбулском рейсе должны прибыть до Одессы. Прибыть? Да, да, прибыть. Ну, это не то, что они там, это, как бы, то, что они будут из этих рисковых стран. Не то, что они там хворят, или есть какая-то конкретная информация, что они... А они приводят трансферное транзитование через Туреччину. Да, через Туреччину до Одессы. У нас персонал также обеспечен всеми стерильными рукавицами, масками и специальными дезинфекирующими засобами для обработки рук после действия прикордонного контроля. А кто из милицинских работников выказал, что милицинские работники? Так, мы współпрацюем с контрольными службами, которые есть в аэропорту. И на линии, перед прикордонным контролем, перед ПАФ, там працюет лекарь, и так уж их, ну, глядаем. Возьмите с вами керевники нашего предприятия. Пожалуйста, скажите, кто працюет, как вы так взаимодействовали? Медицинская служба аэропорта, у нас есть свой медицинский пункт, они полностью укомплектованы и готовы к работе. На сегодняшний день медики есть и представлены ООО Международный аэропорт Одессы и коммунальное предприятие. Полностью все укомплектованы. То вот дезинфицирующие средства, перчатки... Маски, перчатки, дезинфицирующие средства, а также средства, необходимые для оказания первой медицинской помощи, все в наличии. На сегодняшнее заседание комиссии ЭПТЭП мы пригласили, не только она была расширенной, вы видели, что здесь были представители Генерального консульства Китайской Народной Республики, поскольку коронавирус, который сегодня зарегистрирован эпицентром является Китайская Народная Республика, в том числе и уже достаточно большое количество смертных случаев. Мы должны были, конечно, выслушать и, прежде всего, выслушать информацию прямо с источника СПЦентра. второе, что нам необходимо было сделать, это чтобы Генеральный консуль взял под контроль нашу большую, многочисленную диаспору китайскую. Приняли участие также наша погранслужба, которая является первыми, кто контактирует с теми, кто приезжает из-за рубежа, в том числе едут из стран, а помимо Китайской Народной Республики, в которых уже зафиксированы данные случаи. Поэтому также необходимы все меры, чтобы при выявлении людей, которые прибывают к нам и с признаками ОРВИ, заболеваний, информировали наши службы и медицинские службы, которые присутствуют в аэропорту, и дальше мы принимали меры уже, если такое будет необходимо. Высшие учебные заведения, поскольку начало обучения будет где-то со 2 февраля, также мы посоветовались с представителем совета ректоров вузов города Одессы, и приняли такое решение, что если дальше будет динамично развиваться ситуация в худшую сторону, то есть повышаться количество заболевших, мы порекомендуем перенести, чтобы проинформировали студентов, чтобы они не возвращались, многие разъехались, не возвращались до того периода, когда тоже поддержать нас в объявлении карантина. Также будут приняты меры и на железнодорожных вокзалах, где прибывают гости нашего города, в том числе автовокзалы. Нам необходимо сегодня обеспечить действительно контроль, контроль над всеми въездными пунктами пропуска, для того, чтобы вовремя принимать и реагировать на заболевания, любое. Мы не говорим сегодня о коронавирусе, мы говорим и о распространении сегодня гриппа, который сегодня превысил свой порог. По всем категориям поставлены задачи, по всем направлениям, в том числе взять под контроль лиц без определенного места жительства, те места, где они приходят. У нас в районе Куликово поле есть палатка, в которой они сегодня получают всю необходимую помощь. Взять по контролю эту категорию людей. По всем категориям мы разработали свой план действий, и сегодня на каждое наше подразделение знает, кто чем будет заниматься и уже занимается. Поэтому для нас очень важно проинформировать население города Одессы, что мы знаем об этом. Мы реагируем, не следим, сложа руки. Сегодня также по докладам Светланы Яковлевны, нашего главврача инфекционной больницы, мы пополним там запасы медикаментов, те, которые будут необходимы. Сегодня они есть в наличии, но на всякий случай, чтобы был запас, мы сегодня также примем эти меры, чтобы у нас это было в наличии. На сегодняшний день мы видим, что мы приняли все меры. переводить наше лечебное учреждение на какой-то другой режим работы, пока медицинские работники говорят, нет необходимости. Если дальше будет продолжаться, то мы будем выделять отделения, в которых будем закрывать под карантин для заболевших гриппом. ? ?